Слава Украине! Привет всем от Полонского! Две очень интересные новости из России, которые дают понять, куда эта страна катится. Первое, это, конечно, то, что Верховный суд этой, так сказать, страны одобрил уголовное преследование тех, кто сдаётся в плен, если они не были тяжело ранены или контужены. То есть это вообще капец, по сути дела это сталинская норма, по которому любой пленный становится врагом народа, ну и, как говорится, фигурантом уголовного дела, и дальше на Колыму, точнее, в то же самое какое-то ЧВК, сейчас уже не Вагнер, Вагнеров выводят, а Шойгу набирает своё ЧВК, вот в Шойгинское ЧВК, значит, и со всеми на утилизацию, понятное дело, что человек будет в дальнейшем утилизирован. Тут уже никаких сомнений нет. То есть это чисто сталинская норма, по которой утилизируют военнослужащих, которые когда-то попали в плен. Абсолютно драконовская норма, которая никогда в жизни не существовала ни в одной нормальной стране мира. Ну, Россию же нормальной не назовёшь, поэтому для них это, как бы, абсолютно такая адекватная ситуация. Ну, до того момента, пока сами не попадут в плен, мне вот интересно, а Володин, например, там, Песков и так далее, они как там в плен попадали, попадали, не попадали, на фронт попадали, и в плен собирались они там попасть или не собирались. Вот мне интересно, да, вот представьте себе, Пескова без Бентли, без Роллс-Ройса, с автоматом где-то на фронте, да, и героически держащего оборону. Да, как-то аж с трудом верится. Но, тем не менее, россиянам это нравится, россияне гикнулись, сказали, да, так и надо, ну вот. И второй момент, это о, там же приняли закон о пересечении, о порядке пересечения въезда и выезда в страну Вонючку, ой, она же не Вонючка, она Грязнючка, я забыл, но неважно, хотя и Вонючка тоже, судя по запахам, которые оттуда доносятся. Да, ну, значит, там, во-первых, загранпаспорт человека любого, который получил повестку на могилизацию, должен быть в течение пяти дней передан на хранение в ФСБ или МВД, как оно там у них называется, то есть человек становится невыездным, а само ФСБ получает право конфисковать загранпаспорт у любого вообще гражданина. То есть, фактически, полное бесправие и фактически, де-факто, выезд из страны будет, ну, фактически запрещен. Причем, если вот, смотрите, если вы думаете, что вот эта ситуация будет у вас только до конца, до того, как вы проиграете войну Украине, нет, 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 нет. Это бессрочная вещь будет. То есть, они, в принципе, сколько захотят, столько и сделают. Вот. И поскольку вы воюете сейчас со всем миром, ну, по крайней мере, так ваши эти вот фельдеперцы, которые там сверху сидят над вами, так они говорят, что вы воюете с НАТО и так далее, и так далее. То есть, это война навсегда. Понятное дело, что вам не Украину не победить, ну, а за НАТО даже смешно говорить, вы плевка их него не стоите, соответственно, они вас просто размажут одним мизинцем, да, и нету никакой России. Вот. То это у вас навсегда, и получается, вы навсегда поражены в правах. Мне как бы наплевать, что там происходит внутри немытой. Просто хочется спросить вот тех, кто голосовал в свое время за Путина, вы вот этого хотели? Так это только начало, подождите, подождите. Очень скоро у вас вся страна разделится на две категории. Одни сидят, вторые их охраняют. Причем, знаете, что сидельцев будет гораздо больше, чем тех, кто их охраняет в результате. Но и те, и другие будут без огранпаспорта. Так что очень умно поступили те, кто в начале еще 22-го года быстренько сделал ноги куда-то там за границу.